Мастерская Вета Мастерская Вета Мастерская Вета Мастерская Вета Мы понимали, что на всем протяжении этих трех фильмов будут происходить масштабные битвы Огромное число солдат будет сражаться между собой Стоп, снято! И зная это, мы понимали, что каждая культура должна отличаться от других, иметь свой особый образ Мы хотели, чтобы изменения каждой конкретной культуры имели правдоподобное историческое обоснование Разрабатывать культуру Гондора было очень интересно, потому что Гондор был когда-то великой страной, занимавшей огромные пространства Но это было давным-давно, теперь это страна без короля Даниэль Фалькунер художник-скуптор К концу третьей эпохи страна ослабела, и у них уже нет прежней силы Их оружие и доспехи стали больше подходить скорее для официальных приемов В отличие от более простых боевых доспехов-роханцев Когда я продумывал вооружение, я хотел, чтобы их культура напоминала эпоху романтизма Итальянские доспехи 16 век, культура, которая смотрит скорее в прошлое, чем в будущее Германские доспехи 16 век Это основной настрой для Гондора Они носят тщательно выкованные полные доспехи На их груди герб, белое древо Гондора Но сейчас он символизирует, что страна в упадке, потому что вместо короля правит наместник С древа Гондора опадает листва Джон Хоуп, концептуальный дизайнер Я помню, как было трудно, сколько времени мы провели, пытаясь сделать ножны и латы нужной формы Так, чтобы практически любой мог носить их И при этом сохранял бы то изящество, которого мы хотели добиться Когда вы делаете определенное число костюмов для такого же количества актеров массовки Каждый из которых немного отличается по размерам Возникают большие проблемы Потому что мы не могли точно подогнать все элементы, чтобы придать им вид настоящих доспехов Это должно подойти Это как носить костюм тройку, только сделанную из стали Так что если тебе жмет, нельзя попросить портного сделать чуть посвободнее Дэвид Вэнхэм Фарамер Вспоминаешь парней, которым приходилось все это носить, и думаешь Господи, кто это придумал? Можно только пожелать им удачи У вас тут есть Мишлен? Как? Шинный человечек Мишлен? Да, такой Да, есть такое ощущение Или похоже на такого надувного человечка Я себя ощущал как надувный человечек вверху на лошади Фарамеры носят похожие доспехи Платы из металлических пластин прикреплены к плотной кожаной куртке, так что актеру удобно их носить Шлем сделан из двух частей, поэтому его можно раскрыть, когда нужно На боку у него обычный меч Гондорские доспехи были интересной задачей Потому что это очень древний, гордый, могущественный морской народ Поэтому во всем должно чувствоваться влияние моря Алан Ли, концептуальный дизайнер-декоратор Толкин писал, что у них на шлемах были крылья морских чаек Вот самый лучший пример этого Это гондорский шлем из битвы на Огоргороте В начале первого фильма Вы можете видеть, что это старинный вариант шлема Потому что крылья все еще отделены Они отдельная часть шлема Но развитие культуры за последующие тысячелетия Приводит нас к этому Шлем теперь цельный Выкованный из стали Крылья чаек теперь отчеканены с внутренней стороны Это делает шлем более эффективным Абсолютная противоположность этому — стражи фонтана У них по бокам шлема расположены элементы в виде больших крыльев Которые подчеркивают их важное положение Бен Вутен — художник-скульптор Это своего рода наследие королей, правивших гондором Они не подчиняются наместнику Они защищают площадь и белое дерево Эти крылатые шлемы — странная идея Разве нет? Я имею в виду, что в Средиземье Есть такие вещи, немного странные Но у них свое особое очарование Мы пытались найти способы, как сделать их и сделать хорошо Чтобы выглядело одновременно древним, красивым и элегантным Но нам не совсем это удалось Это сложновато, ведь сразу приходят на ум викинги А у викингов нельзя даже думать, ведь они никогда не носили крылья на своих шлемах Это было бы ужасное зрелище Видеть гондорцев, носящихся вокруг в этаких шлемах Тора С дурацкими крыльями, пришпиленными по бокам Это было бы ужасно Поэтому мы попытались придумать более формальный способ отображения этих крыльев на шлеме Аллен сделал прекрасные рисунки, где перья так смешно торчат по бокам И это сработало, выглядело здорово, просто отлично И они стали выглядеть как настоящие Мне эти шлемы нравятся особенно Они так же непрочные, как и создавшая их культура Реликвии, которые так тесно связаны с войной Затем вы видите стражу цитадели В это подразделение получают назначение Пиппен Это воины, которые несут службу в городе и сражаются внутри его стен, обороняя их Это ножны и поезд для меча Пиппена Общая идея была такова Это наружная стена Мина Стирита Семь уровней огромного города Королевская площадь И посредине скала, вокруг которой выстроен сам Мина Стирит Билли Бойт Пиппен Перейдем к шлему Не самая моя любимая вещь Ребята из Вета, вы уж простите меня Доминик Монаган Мэри Первое исполнение шлема Билли было забавным Потому что это был гондорский шлем С таким серебряным соском на верхушке И черными перьями по бокам Примерно так И я, честно говоря, подумал, что это такая шутка Типа снимают с крытой камерой Шлем был примерно такой величины Он был похож, знаете, на что-то, что Шер может надеть на церемонию вручения Оскара Но был еще один шлем, и даже Йен его не любил, потому что, когда они с Пиппеном сидели на лошади Шлем упирался ему примерно сюда Такой островерхий шлем Убери его И вы можете заметить, что в фильме я его достаточно часто снимаю Потому что это выглядит правдоподобно для этой сцены Питеру нравятся доспехи Я помню, что для Черных Ворот он хотел, чтобы я был весь в доспехах А я сказал, знаешь, после того, как зрители видели его в образе следопыта Этот переход создаст ощущение, что я внезапно превратился в танк Понимаете, что я имею в виду? Будет чувствоваться фальшь Вега Мортенсен Арагорна Давайте грохот, снимаем! И я также знал, что придется много бегать и сражаться, и все такое И я сказал, будет гораздо лучше, если мы сохраним стиль боя Арагорна То есть без шлема и рукавиц Мы обсуждали идею тяжелых ват, знаете, для Черных Ворот Но это совершенно не соответствовало образу Арагорна на экране Нгила Диксон, художник по костюмам Были споры о том, каким путем пойти Хотелось, чтобы весь его вид как бы говорил Я еще не король, но я веду это войско И я уже совсем не тот, что прежде В итоге пришли к решению сделать кожаную тунику Украшенную вышитым изображением древа Гондора Еще раз, как и у Фарамира, мы изобразили белое древо Гондора Но в данном случае оно вышито на коже Это добавило нам дополнительных трудностей Для коронации нужно было сделать что-то особенное Питер очень хотел, чтобы Вега был в доспехах Поэтому финальную сцену коронации мы их включили Доспехи, которые на мне надеты, принадлежали моим предкам Старинные доспехи, которые можно было увидеть в прологе Мы использовали столько доспехов Эленделя, сколько смогли Идея в том, что их принесли из поля битвы И так же, как королевские стражи несут дежурство возле белого древа Так же где-то лежат и ждут своего часа королевские латы Очень красивые и очень торжественные Со звездами Гондора, крыльями чаек, искусно выгравированными на них Опять же, все выковано вручную из стали Я думаю, что в работе команды дизайнеров уже видна определенная зрелость И я думаю, тот дизайн, который мы сделали для гондорского оружия, получился отлично Оно прекрасно во многих аспектах Приятно смотреть на эти доспехи Ясные чистые линии И еще много времени ушло на то, чтобы выработать этот неповторимый стиль Харадрим прошли через несколько разных стадий дизайна Мы уже утверждали что-то, а потом снова меняли Все, что говорит о них Толкиен Вспышки золотого и красного были видны, когда они проходили Джон Хардинг одел амуниции И мы знаем, что они с юга, где жарче Поэтому я подумал, отлично, золотой и красный Остальное в монохромной гамме Черные, серые и коричневые тона Можно с этим поиграть, внести красные цвета Так что я разработал костюмы с использованием искусственных шкур тигра, леопарда, льва и зебры И начал уже собирать меха, чтобы покрасить их И тут приходит Филиппо Боин, сценарист, и говорит Погоди, ты не можешь им сделать костюмы африканцев Это будет слишком грубо Еще одна раз о плохих парней с темным цветом кожи По понятным причинам, мы не хотели тупо копировать какую-то конкретную культуру Мы в Средиземье Кроме того, мы не хотим никого обидеть В конце концов, Харадрим — это плохие парни Так что я провел небольшие исследования и говорю Что ж, единственное, что нам подходит — племя с маленького острова под названием Кирибати Их так мало, что я не думаю, что мы их оскорбим, позаимствовав у них способ изготовления оружия и доспехов Способ таков — они плетут все доспехи из тростника И я смешал это с ацтеками, которые не умели работать с металлами Но у которых было много золота и бирюзы И еще я добавил слоновую кость, так как у них есть гигантские слоны В итоге для Харадрим получилась новая, более необычная и менее узнаваемая культура Плетеные доспехи усилены гнутым бамбуком Элементы ацтекской культуры привнесены через использование полудрагоценных камней И золотых пластинок И мы также дали им амулеты животных Как будто они получают свойства животного, украшая себя его символами На их технологию очень влияет то, что они сражаются верхом на огромных существах Как в некоторых странах сражаются на слонах В основном они используют копья и луки Луки, сделанные из длинных рогов Сильные тяжелые луки, стреляя по находящимся внизу врагам Короткими бамбуковыми стрелами из таких вот бамбуковых колчанов Опять же элементы золота с маленькими ацтекскими изображениями фигурок в битве, которые бегают там внизу Также есть харадрим, которые управляют мумаками Мы с ними однажды решили развлечься, пошли с ними в город, а у них раскраска татуировки Приятно делать что-то такое, потому что ты на самом деле продумываешь весь процесс того, как они это делали Ты не можешь сесть и сказать, харадрим выглядит вот так Способ сделать их по-настоящему необычными и фантастическими Это фактически прийти к созданию целой культуры, когда знаешь, для чего нужна каждая деталь Орки в этом фильме получили некое новое развитие Потому что в первом и втором фильмах мы делали их скорее бандами хулиганов Такие мародеры на поле боя Они облачаются в те доспехи, которые они украли или сняли с трупов своих врагов Скрепили кусочками ткани, веревками, но они все рваные и грязные Питер Джексон, режиссер, сценарист, продюсер С орками были большие проблемы в фильме «Возвращение короля» Частично потому, что мы создали их не очень страшной силой В противовес эпизодам с Урук Хай в Хельмовой паде Урук Хай по своей природе более крепкие, сильные и жестокие И они отлично сработали Еще на самых ранних стадиях монтажа «Возвращение короля» Орки были чуть ли не самым слабым местом фильма По-моему, очень похожи на обезьян Ну, в общем, мне не нравится У вас есть еще отснятый материал? Выглядит так, как будто они хотят изобразить обезьян и переигрывают К сожалению, массовку и каскадеров научили ходить на полусогнутых Этакой обезьянней походкой Которой я назвал орк в подгузниках Потому что они выглядели очень похожи на детей в подгузниках То, как они ходили туда-сюда Это выглядело как угодно, но только не страшно Так что он пришел к нам и сказал «Послушайте, я понял, что для финальных битв нам нужны более устрашающие, более крупные планы орков» По правде сказать, нам нужны отдельные персонажи среди орков Такие лица врагов, которые я могу показать, выделив их из общей массы Велихант Гримёр Вкратце, новые орки — это нечто вроде орочьего спецназа Это орки Саурона Идея была в том, что это не новый вид, не урук-хай, но это лучшие отборные орки Выращенные и обученные в Мордоре, как настоящая армия Джина Осиведа — ведущий специалист по гриму Так что мы вернулись к нашей доске и сделали следующее У нас были сотни и сотни фотографий и рисунков всех тех орков, которых мы сделали Он хотел видеть их все Поэтому мы сделали вот что Прикрепили их на эту огромную доску и на каждом написали номер И можно было подойти и выбрать Я хочу взять немного того и немного этого Действительно здорово А это не пойдет, извини, но может только если слегка переработать Именно так можно собрать воедино все самые лучшие идеи Вот этот, наш самый любимый У каждого орка свое оружие и шлем И у них у всех разные лица Он выбрал тех, которые ему самому больше всего нравились И вот отсюда он говорит «Так, а это то, что я не хочу» Он говорит «Мне не нужны эти ведьмины носы» Ведьмины носы были запрещены Это такие длинные крючковатые носы Джейми Биссуорик, художник-скруптор Поэтому мы постепенно пришли к более поджарому виду для новых мордорских орков Их лица должны были быть очень жестокими и в то же время немного изъеденными Я имею в виду, что они крепкие, но постоянно подвергаются воздействию зла Так что на них есть небольшие подпорченные участки Вместе с новой внешностью мы дали им обновленное оружие Потребовалась переработка оружия Так что ребята из мастерской придумали им новое крутое оружие Оно было выковано из стали, все изгибы заточены и отполированы Так что похоже на части ножниц или секаторов Не стоит подходить слишком близко, а то недолго и пальцы потерять Орки похожи на коробку конфет Не знаешь, какая начинка попадется, пока не попробуешь Я думаю, это помогло сделать их действительно более зловещей, более внушительной боевой силой Другая проблема с орками была в том, что у них нет командира У нас есть Саурон в башне, есть король-колдун, но нет никого на поле боя, чтобы командовать орками И мы создали персонаж, чье имя упоминается в книге «Рас или два» Это Готмок, которого играет Лоуренс Макаори Лоуренс Макаори, король-колдун Готмок Первый вопрос был, кто такой этот Готмок? Кто он? А тебе еще не сказали? Нет, вообще-то это такой орк Я такой орк? В первом фильме я играл Урук Хай, они высокие, а орки маленькие Я имею в виду, как я буду играть орка, когда я ростом 193 см Мы пригласили Лоуренса, потому что он играл Лурца в «Братстве кольца» И он проделал отличную работу, показал такую агрессию и энергетику, несмотря на сложный грим и резиновые накладки Что ни о ком другом, мы не могли и подумать Знаете, мы считали, что в накладках здорово то, что с их помощью вы можете сделать совершенно другое лицо И приклеить его на того же актера, и вы никогда его не узнаете Билл Хант сделал отличную скульптуру Готмока Я всего лишь добавил небольшую опухоль на боку его носа, в дополнение к язвам, которые мы делали и некоторым другим оркам И я боялся, что опухоль будет великовато Я посмотрел и подумал, надо использовать это, только несколько иначе, и на самом деле нужно было сделать Джона Меррика Он сказал побольше, чтобы было похоже на Человека-слона Джон Меррик — Человек-слон На кого похоже? То есть ты хочешь прилепить немного здесь и здесь? Он хватает здоровенный кусок пластилина и начинает прилеплять Ладно, хорошо Нам казалось тогда, что мы можем обуздать размах Питера Но Питер, будьте уверены, приходил на наше обсуждение с такими большими кусками пластилина Разминал его, прилеплял и размазывал с помощью фена Он ушел на встречу с Ричардом, и десять минут спустя я взял целую упаковку пластилина, скатал его в шарики и налепил с одного бока Мне хотелось довести это до такого состояния, когда он скажет, это уже слишком, отлепи немного И он пришел, увидел это и говорит, это то, что нужно Нанесем сверху текстуру и готово Тебя вызывают рано-рано утром, ты не привык вставать так рано и засыпаешь на ходу Примерно так Домини Тил, ведущий гример Он так и спал бы, сидя на стуле все эти часы, пока мы наносили на него грим Он всегда страдал от недосыпания, потому что ему нужно было приходить на съемочную площадку в 4 утра И затем сидеть во всем этом гриме У меня есть классная фотография, где он спит прямо в тачке Знаете, свешивается с тачки, которая стоит за сараем И когда ему надо было сниматься, мы его будили или вытаскивали из-под навеса для завтрака, или куда он там забирался Сюда, Лоренс Куда? Просто иди сюда Туда? Ты не в себе, куда туда? Вот сюда И потом отсылали обратно, грим нельзя было снимать до самого конца дня Он замечательный, классно выглядит В фильме он ездит на этом своем варге Он выглядит прямо как персонаж Джона Уэйна, выезжающего на своей лошади Он действительно стал классным персонажем И ему отведено в фильме свое место Как быть с магом? Я сокрушу его Они на моей себе Так же мы решили переработать предводителя насгулов Под переработкой я на самом деле имею в виду его шлем Джон Хоуфф оказал большое влияние на первоначальный дизайн шлема Я сделал много рисунков и скульптур на базе того что вы видите на его картинах Очень высокий, цельный, круглый шлем с короны и шипов наверху Но это было слишком похоже на Саурона Саурона. Кристиан Риверс — дизайнер спецэффектов. Даже люди из съёмочной группы, которые не читали книгу, когда видели отснятый материал, путались. Это Саурон принял участие в битве, да? Глупец. Меня не убить смертному мужу. Теперь умри. Я думаю, что в конце концов мы слишком далеко ушли от «Чёрных всадников», которых мы видели в первом фильме. И мы пришли к мысли, что в некотором роде нужно вернуться к дизайну Назгулов, какими они были ещё в виде всадников на лошадях. Так что Уоррен Мэйхи подключился к процессу. Уоррен Мэйхи — художник-скуптор. Я помню, как Питер говорил, что он хотел, чтобы был большой, высокий пик, и мы делали его всё больше и больше, и мы сохранили элементы первоначального дизайна. Питер хотел, чтобы всё лицо было очень вытянутым, напоминая о «Чёрных всадниках». Он хотел, чтобы чувствовалось, что под шлемом есть капюшон, не загораживая глаза. Делаешь первый шаг, но не спеши, мы потом аккуратно смотируем. Мне нравятся такие шипы, напоминает «Терновый венец». Я не знаю точно, почему так, но у него кольцо из шипов. Я думаю, что получилось действительно круто, и я рад, что мы это сделали. Определённо, это придаёт персонажу особый характер. В дополнение к шлему, мы переработали его булаву. Мы сделали булаву для короля-колдуна. Я посмотрел на первую, которую они сделали, и сказал, «Нормально, но нужно сделать её больше». Хорошо, мы сделали больше. И Питер приходит и говорит, «Нет, нужно ещё больше». Так что мы сделали ещё больше. И все начали говорить, «Господи, эта штука стала просто огромной. Теперь она ужасно неудобная. Нужно иметь большое запястье». Пришли от неудобного к нелепому. Я имею в виду, что она была просто огромная. И я сказал, «Эй, ребята, мне стыдно нести это на площадку. Я там буду посмешищем. Она огромная до идиотизма». «Эй, Эндрю, ой!» И я спрятал её под курткой, пока шёл мимо оружейного отдела, так что надо мной никто не смеялся. И я подошёл к Питу и сказал, «Смотри, Питер, вот что мы сделали для короля-колдуна». Пит встаёт, замахивается вот так, делает взмах, другой, а потом рукоять зацепилась за его одежду и закручивает. Он поворачивается, было очень смешно. Она его почти перевешивает и втыкается в землю. При этом он порвал себе куртку. «Тебе не кажется, что сама булава великовата?» И он говорит, «Ну, вообще-то мне кажется, что не хватает ещё половины этого». И я говорю, «О, нет, пожалуйста». В итоге получилась такая шипастая чугунная штука. Кто-то называет это булавой, кто-то кистенём. О, боже. Но в конце концов мы её назвали чертовски тяжёлой, потому что она была и правда чертовски тяжёлая. Она дрожит. Она стала такой большой, что было трудно оторвать её от пола. Так что мне пришлось лежать и поднимать её, чтобы мы могли снять эту сцену. Мы снова доверились чутью Питта. Когда ты видишь её в фильме, она такая огромная, но она сработала именно потому, что она такая большая. Я имею в виду, вы видите эту штуку и выражение лица Элвин, когда она её видит. Она в ужасе. Я думаю, это соответствует духу сцены. Вряд ли люди перестанут думать, это немного странно, но я думаю, они принимают это как часть фильма от Питера Джексона. Голошатый Саурона был трудным персонажем, потому что ты не знаешь точно, кто он. Человек? О, я имею в виду в книге, он вроде человека на службе у Саурона. Такой изменник-предатель. Вероломный перебежчик. Садник был в чёрных одеждах, и чёрным был его высокий шлем. Но это был не призрак кольца, а живой человек. Это был наместник Баратура, и его имени нет ни в одном из преданий, так как он сам забыл его и говорил про себя, «Я голос Саурона». Команда Ричарда из Вето придумала интересную идею насчёт шлема, чтобы в нём не было отверстий для глаз. Фантастический дизайн от Уорона. Такой полувоин-полусвященник. Очень неприятный. Я уже достаточно давно в Вето, и я думаю, что лучший способ меня использовать — это приставить к дизайну плохих парней. Я имею в виду, мне это нравится, я люблю делать такое, это круто. Мы обсуждали, он просто посланник Саурона? Такой дипломат? Или же он вроде марионетки, через которую говорит сам Саурон? Бен Вутен был тот, кто сказал, «А что если он будет слепой?» Вот так мы придумали этот шлем. Знаете, совсем закрыли глаза. В книге об этом не говорится, там не написано, были видны у него глаза или нет. Но мне кажется, что это здорово, потому что когда я увидел это, то подумал, «Почему бы и нет? Это действительно отличная идея». И этот зловещий род. Идея была в том, что каждый раз, когда он говорит, его слова настолько неприятны, что от них трескаются губы и кожа. Майкл Эсквитт сделал скульптуру для него. На ней сверху был очень тонкий слой желатина, со всеми этими трещинками. Джейсон Дольчерти, ведущий специалист. Мы пытались сделать так, чтобы трещинки раскрывались, и когда он говорит, они открывались и закрывались. Мы знали, что они слегка добавят такой эффект, но не думали, что это будет в такой степени. И это было так очень неприятно и очень пугающе. Когда Питер сказал нам, кого он подобрал на роль Галашатая, мы были действительно рады, потому что нам нравился персонаж Брюса Спенса из «Безумного Макса», щелкнутый пилот вертолета. Как-то мы накладывали Брюсу грим, и я помню, как он сказал. Сказал, что я сделал Питеру. На экране не будет видно ни кусочка меня, и все, что будет видно, это маленький рот со вставными зубами, говорящий, что я сделал Питеру. Брюс Спенс соглашает из Саурона. Я никогда не был так скрыт костюмом, гримом, накладками и так далее, как я был скрыт здесь. Я подхватил лихорадку, так что все пошло наперекосяк. Я не принимал свои антибиотики. Для него это было очень тяжелое время, ведь мы снимали на ровопеху, и его лошадь упрямилась, а он ничего не видел. Он действительно ничего не видел. Мой господин, Саурон Великий, приветствую тебя. Мы сказали, так, тебе нужно ехать вперед и остановиться у отметки на земле, а он не видит отметку, потому что у него закрыты глаза. Ладно, о боже. Так что пришлось научиться управлять лошадью, чтобы быть полностью готовым к этой роли. Я не вспоминал о глашатой Саурона все эти годы, потому что мы работали над другими фильмами, и вот мы взяли материал и начали монтаж, и я подумал, что зрители будут разочарованы. Мой господин, Саурон Великий, приветствует тебя. И я подумал, о, накладки отличные, и дизайн тоже, но мы должны сделать с этим персонажем что-то еще, сделать его более запоминающимся. Пит решил, что он хочет, чтобы глашатый выглядел по-другому, чтобы он выглядел более страшным. Затем я начал задумываться над идеей взять рот, который обычно расположен горизонтально, просто вырезать его из изображения и повернуть набок так, чтобы получился вертикальный рот. Знаете, как здесь, и что бы он говорил. Я подумал, что было бы интересно придумать что-то, что сделает его ярким и запоминающимся. Они сделали для меня тест с вертикальным ртом. Некоторые из этих тестов были действительно странные и пугающие, но это заняло бы много времени. Питер и решил, нет, не будем это делать, оставим все как есть. Но тем не менее, в это диджитал сохранили оригинальный грим, увеличив все примерно на 200%. Где-то так. Мой господин Великий Саурон, приветствует вас. Нормальное увеличенное. И это действительно необычное. То есть я был доволен тем, как работает этот эффект, потому что он придает чувство неестественности. Мне это нравится. Это такой небольшой, но впечатляющий эффект. Мы не могли дождаться, когда приступим к армии мертвых. Я имею в виду, что любому гримеру хочется сделать зомби. Знаете, мы такие же, как и все. И нам очень хотелось сделать каких-нибудь зомби. Возникновение армии мертвых относится к временам битвы Последнего Союза. Но я не могу точно сказать, из какого именно места Средиземья они появились. Нам хотелось, чтобы они были более древними и немного необычными. Уоррен Мэйхи разработал несколько интересных идей для них, и разработанный им дизайн оружия стал основой того, что мы видим у армии мертвых. Множество нагрудных пластин, очень похожих на ребра. Множество доспехов, расщепленных на металлические полосы. Так что получается похоже на трупы или скелеты. Для создания армии мертвых мы использовали такие образы, как множество параллельных вертикальных линий и окружностей. Про один отряд я подумал, этот мне действительно нравится, а мне кажется, это один из лучших. Потому что они выглядели немного более утонченной расой людей, расой, исчезнувшей из Средиземья. Но у нас ничего не было сделано для Короля Мертвых, а Питер, естественно, хотел, чтобы он немного выделялся. Мы пришли к мысли, что так снимем Короля Мертвых в накладках и гриме, что он будет выглядеть полуразложившимся. То есть можно будет увидеть нос, губы, кожу и все остальное. И мы сделаем смесь между этим и цифровой версией, в которой он больше похож на череп. Череп как основа, плюс немного различных сухожилий и всего такого. Дин Райт, продюсер спецэффектов. Получается элегантный переход от изображения актера в гриме к расположенному внутри старому черепу, который, разумеется, анимирован на компьютере в соответствии с движениями актера. Мэтт Эйткин — создатель моделей. И затем компоновщик создает переход между тем, что мы называли фазой 1 и фазой 2. Фаза 1 — актер на фоне зеленого экрана. И фаза 2 — цифровой череп с кожей. Запускаем. Мотор! Построение идет в зависимости от его эмоций и его настроения. Так что, если он сердится или доказывает что-то, или угрожает, череп сильнее проступает наружу. А когда он более спокойно и расслаблен, вы можете видеть больше его лицо. Естественно, мы все это разработали. И вот однажды кто-то входит в комнату и говорит «Слушай, ты в курсе по поводу Короля Мертвых?» Я — «Да». А он «Рэнди» говорит «Ты видел трейлер к «Пиратам Карибского моря?»» Я говорю «Нет». А он «Ты должен это увидеть». И мы такие «А-а-а-а». Они сделали примерно то же самое. Типа «О, черт, они уже сделали что-то похожее». У нас была хорошая идея, а кто-то другой взял и сделал что-то похожее. Их спецэффекты классные. Я имею в виду, они выглядят здорово, и они другие. Хорошо сделано. Мы сделали по-другому. И то, и другое здорово, классно выглядит. Приятно снова увидеть зомби в кино. Клинок был сломан! Его перековали. Я думаю, что у них теперь голова почти перевешивает тело, поскольку центр тяжести смещен вверх, поэтому верхняя часть тела такая сгорбленная. Я помню, что в первый день работы Ричард Тейлор сказал мне, что это будет выглядеть, как будто мы побывали в параллельном мире, где все это происходило на самом деле. Я думаю, это во многом помогло нам в поиске дизайна, в поиске новых идей. Мы представляли, как это вписалось бы в реальный мир, где мы живем. Особенно всякие существа. На короткой тонкой шее была голова, украшенная парой рогов. Огромное, как раздутый мешок, туловище висело, покачиваясь между лапами. Оно было черным, смертвенно синими пятнами. А брюхо бледно светилось и издавало сильное зловоние. Том Шиппи, автор книги «Толкин. Писатель столетия». Говорят, что когда Толкин в юности жил в Южной Африке, его сильно напугал тарантул. И, быть может, это впечатление осталось у него навсегда, потому что опасные пауки, то и дело, появляются в его произведениях. Страшные пауки интересны потому, что, я думаю, у всех разные представления о том, как они выглядят. Я действительно боюсь пауков. Понимаете, меня пугает даже их обычное поведение. Не чудовищно увеличенные или стилизованные пауки, как в фантастических романах. Нет, меня пугают обычные пауки, такие, как они есть. И я чувствовал, что Шелоп не должна сильно отличаться от них, не считая того факта, что она громадного размера. Шелоп — наше общее большое достижение, потому что это существо, которое должно было получиться убедительным. Было очень важно все время помнить, что мы должны видеть Шелоп глазами Хоббита. Питер хотел, чтобы мы как следует над ней поработали, собрали материал, все выяснили, чтобы сделать все верно, прямо как с Горломом. Бен Хокер — создатель модели. Горлом должен был играть и проявлять эмоции, а Шелоп должна быть способна по-настоящему напугать. И мы начали с настоящих пауков. Шон Волтон — художник-скруптор. Мы искали разных тарантулов и плотоядных пауков. Питер боится пауков, и Шелоп стала тем, что он больше всего ненавидит в них. Один паук часто пугал меня раньше. Наверное, и сейчас пугает. Но особенно, когда я был ребенком. Я залазил в подвал и копал под фундаментом ходы для своих игрушек корги. Это случилось, когда мне было 5 или 6 лет. В Новой Зеландии есть такой вид паука, который живет под фундаментами и называется норный паук. Он живет в таких маленьких норках и любит подгнившее дерево. И у него очень плотная паутина. И иногда ты копаешь и натыкаешься на его гнездо. Я помню, как меня это тогда напугало. Мне нравилось там играть, но я боялся наткнуться на паука. И мы хотели, чтобы Шелоп походила на этого паука. И Кристиан, который тоже не очень ладит с пауками, пошел и разыскал одного такого в саду. Я принес его показать Питеру, а Питер сказал, чтобы я не подходил ближе, чем на 5 футов. Но он был раза в 4 больше, чем я ожидал. Когда я его пытался отцепить от стены, это было примерно так. Ну и ну. Так, на некоторое время в это появился живой норный паук, что наложило свой отпечаток на процесс работы над Шелоп. Такое ощущение, что его тело мягкое, как губка. Так что некоторые из этих элементов мы добавили к дизайну Шелоп. Но нам не удавалась ее голова. Мы придумали разные головы для Шелоп, но Питеру они не нравились. Первоначально у нее была обычная паучья голова. Это было трудно. Когда ты начинаешь увеличивать микроскопическую голову паука, они совсем не такие страшные. Шелоп прошла много стадий и вариантов дизайна. В поисках того, что затронет у Питера какую-то струнку. Что-то действительно особенное, что, как он видел, мы еще не нашли. И он подталкивал и подталкивал нас. Питер хотел увидеть в ней что-то немного человеческое, чтобы ты мог посмотреть на паука и увидеть, как он смотрит в ответ. Я хотел поймать это ощущение Шелоп как чего-то очень древнего, злого и неприятного. Психологически неприятного. И я хотел, чтобы ее лицо выглядело так, как будто она чем-то больна. Чтобы ее голова была поражена плесенью и тому подобным. Брэк Тойзер специалист по оружию и доспехам. Главное было сделать ее отвратительной, мерзкой. Сделать ее более злобной и такой огромной, что вы почти ощущаете зловоние. Было сделано такое множество скульптур, что Питер и Фрэн сказали, здесь их так много, как нам выбрать одного. Так что на самом деле его выбрали их дети. Это был тот, который им показался самым жутким. И мы сделали Шелоп такой. Это был лучший способ выбрать. Это все сводится воедино в бесшумной сцене, где мы смотрим снизу вверх на Фродо, и Шелоп у него над головой подбирается все ближе и ближе. Все, что я ненавижу в «Пауках», я хотел вложить в эту сцену с Шелоп. Это для меня очень личная сцена и очень любимая. В начале 2003 года Алан Ли внес предложение сделать новое существо. Мне пришло на ум, что у нас в «Возвращении короля» было только одно новое существо. Это Шелоп. Но Толкин упоминает, что военные осадные машины по Пелэнерским полям тащили огромные звери. Таран назывался Гронт, в память о молоте преисподней из прошлого. Огромные звери волокли его, орки окружали его, и позади шли горные тролли, чтобы раскачивать его. Так что мы не знаем, что это были за звери, и Толкин не дает более подробного описания. Так что мы можем себе позволить свободный полет фантазии для этого нового существа. Я сделал наброски в альбоме, которые мне понравились, и показал их Питеру. А Питер увидел и говорит, «О, здорово, мы это сделаем». И затем я должен был показать их всем в «Вето Диджитал» на совещании. Был небольшой сюрприз в том, что я уже показывал их Питеру. Джереми Беннетт, художник-постановщик спецэффектов. Нам сообщили об этом практически в последний момент, в одиннадцатом часу. И знаете, у всех были такие шокированные лица, так как Питер это уже одобрил, и это нужно будет сделать. Джим Риджел — ведущий специалист по спецэффектам. В один прекрасный день Алан пришел с очередным новым существом. И я говорю, «Да, Алан, это действительно здорово, но у нас не осталось времени, чтобы успеть срок». У нас были такие мысли, «О, господи, еще одно существо, и нужно сделать его в последний момент». Он сказал, «Ну, у тебя получатся отличные звери». Он такой увлеченный толкинист. И у него такая манера. Он приходит и говорит, «Ладно, хорошо. Я не буду тебя убеждать, но тем не менее, просто положи где-нибудь сверху». Так что в начале года мы ко всем приставали с идеей сделать этих огромных животных. Ричард Тейлор и его команда обсуждали с Аланом, как эти существа будут выглядеть. Интересно, что когда пришел Джейми Бессуорик, чтобы сделать макет, который потом где-то диджитал могли отсканировать и анимировать, он использовал материалы под историческим животным. И наше существо было поразительно похоже на одно огромное чудовище, которое действительно существовало. Это были огромные млекопитающие бронтопы, что нам очень помогло, потому что у них были почти такие же пропорции, как и у нашего зверя, начиная с общей формы и заканчивая подобием рога на голове. Это отлично легло на дизайн Алана, потому что все было анатомически верно. Всегда приятно с этого начинать, ведь все очень тщательно сделано. Затем сканируем, и не требуется много времени, чтобы добавить их в сцену и заставить двигаться. Это доставляет удовольствие, правда. Прекрасный эпизод возникает из ничего, и вот готово. Огромные звери. Мы всегда гадали, как они выглядят, но теперь мы это знаем. У Питера была отличная концепция атаки мумаков, и это так впечатляет, и так здорово. Но однажды он приходит и говорит, «Знаешь, нам нужен настоящий мертвый мумак в одной из этих сцен». Понимаете, все эти сцены с мумаками сделаны на компьютере, у нас нет гигантских мумаков. А Питер спрашивает, «Не могли бы мы сделать труп мумака в натуральную величину для полэнерской битвы, как задник для некоторых сцен?» Не знаю почему, но Ричард поднял руку и сказал, «Да, мы сделаем, это звучит многообещающе». Звучало и правда здорово. Одна из тех прекрасных возможностей, которые нельзя упустить. И, конечно, у нас было максимум 3-4 недели на то, чтобы сделать эту большую, просто огромную скульптуру. Меня такие планы всегда выдавают из колеи. Питер может небрежно сказать, «Так, для этой сцены нам нужен мертвый мумак». Но для нас это означает чертовски много работы. Целое большое дело. Я попросил Джейсона сделать пластилиновую модель этого макета. Она была примерно такой величины. И прежде чем пластилин полностью застыл, я попросил его осторожно снять форму. И я взял этого мягкого, прекрасно выполненного пластилинового мумака, поднял над головой и шмякнул на линолеум. Все закричали, «Какого черта ты делаешь?» Но в результате его бок сплющился, и получилась практически идеальная форма, как будто действительно упало большое существо. Прежде чем мы успели это осознать, у нас на полу уже лежал мертвый мумак. Все наши скульпторы набросились на него с бензопилами, шлифовками, и начали придавать ему внешний вид, делать глаза, когти на ногах, бивни. Куда ни глянь, везде был полистирол. Лично я думала, «Как же мы уберем весь этот мусор?» Полистирол убирать очень трудно, потому что он такой объемистый. В один прекрасный день мумака собрали. Вау! Он большой! Это была такая мега-вещь, просто невероятно. Ты стоишь рядом с ногой, и высота человеческого роста — это только ширина его подошвы. Наверное, самая большая проблема с этой миниатюрой, если ее можно назвать миниатюрой, была перевозка. Джейми Уилсон, координатор декораций. К счастью, эта штука разбирается на части. Мы разрезали ее и погрузили на грузовики, по-моему, на 12 грузовиков. Вроде было 11 грузовиков. Мне казалось, кто-то говорил 18 плоскогрузных грузовиков. Было много грузовиков для перевозки домиков. И вся эта процессия ехала по Виллингтону посреди бела дня. Люди радовались видеть детали мумака, проезжающей по городу. Джон Хардинг присматривал за этими огромными кранами, с помощью которых поднимали разные части и собирали на месте макет. Это мумак, или олифант, как о них говорится в легендах. Вот какие они большие. Говорили, что мы не сможем это сделать. И Ричард, будучи самим собой, сказал, да, конечно, мы сможем это сделать, мы можем сделать что угодно. Я думаю, в первый раз это заняло неделю — собрать макет и воткнуть стрелы. В этот бок воткнуто около 600 стрел и 5 копий. И из-за всех ран течет кровь. Это самая большая в мире специально изготовленная единица реквизита. Когда мы приехали на площадку, я повернулся к Питеру и говорю, ну что, ты доволен? А он на меня так смотрит, будто хочет сказать, думаю, можно было сделать и побольше. Мистер Джексон, он такой. Ему бы понравилось, если бы было побольше. Наверное, нам тоже, но подчас приходится идти на компромисс, чтобы успеть в срок. Ну и должно, разумеется, пролезать ворота и под троллейбусными проводами. Когда съемки там закончились, мастерская и цифровая студия компании ВЕТА объединились и устроили большой семейный пикник. Так что дети бегали вокруг Мумака и взбирались на него. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы пришли сюда. Сейчас особый случай. Здесь большинство тех, кто когда-либо работал в ВЕТА, что, несомненно, здорово. Конечно, все семьи тоже присоединились к нам. И мы сделали групповые снимки нашей команды, сидящей на Мумаке. Это было невероятно. И это было немного странно. Мы все собрались на пикник, а он лежит посреди поля мертвый. Была прекрасная семейная атмосфера. Мы пожарили барбекю, выпили пиво. Я в дурацкой шляпе, машу рукой, стоя на заду у Мумака. Это фото нашей команды на фоне Мумака, который лежит посреди всего этого. Странные ощущения. Это был классный день и лучший способ попрощаться с Мумаком. Меня часто спрашивают, сожалею ли я о том, что мне никогда больше не придется делать столько всего для одного фильма. Несмотря на то, что я сожалею в какой-то степени, что нельзя все сделать самому, возможность видеть, как разбиваются таланты других, это чудесно. Все было наполнено знаниями, умениями и профессионализмом этих людей. И я понял, как сильно мне повезло. Так долго делать по существу один фильм, когда все заботятся о проекте, и каждый вкладывает душу в то, что делает. По-моему, в киноиндустрии это встречается очень-очень редко. Мы стали, как одна большая семья, и производство фильмов было нашим общим делом. Там была особая атмосфера, которую я никогда не забуду. Наверное, лучшее время всегда, когда делаешь общее дело. Люди из других отделов часто приходили и просили нас заткнуться или успокоиться, потому что мы столько смеялись. Ричард завел привычку врываться и спрашивать, «Вы вообще-то работаете?» Просыпаешься еще до рассвета. Каждый день создаешь нового монстра. Приходишь вместе с техниками и водителями, которые все завозят. «Доброе утро!» А когда все собираются и уходят домой, ты все еще сидишь, счищая трясущиеся кусочки хоббитских ступней с себя и автобуса. Трудно кому-нибудь объяснить, как это было. Это невероятно, но это случилось. Средиземье действительно существует. Мы побывали там. И так здорово узнавать, что это важно для стольких людей. Узнавать, что для них это так же важно, как это было для нас, когда мы делали это. Эти семь лет нашей жизни, которые мы провели, делая эти фильмы с Питером и со всей съемочной группой, были, без сомнения, самые дружные и замечательные годы в нашей жизни. Это самая невероятная команда в мире. Мы никак не могли разойтись по домам. Мы собрались и создали это. Так что ура! Что будете делать сейчас? Снова заработал! Озвучил по субтитрам Иннокент 33, студии Я.